Здарова, мерзляки! Что, на улице минус 20 и всё? Вы уже расплакались, никуда не пойдёте, холодно. Сегодня расскажем вам о месте, в котором холодно по-настоящему. Знакомьтесь, Якутия, Оймякон, полюс холода. Одно из самых суровых мест на Земле, где постоянно живут и работают люди. Дети ходят в школу при минус 50, ручьи не замерзают даже при минус 70. А на улицах можно встретить женщин в капроновых челках. В якутском селе Оймякон проживает 512 человек, по данным 2012 года. В основном люди занимаются скотоводством, оленеводством и рыболовством. Летом жители идут на сенокоз в так называемой летнике. В Оймяконе цивилизация. Есть и интернет, и сотовая связь, и аэропорт, который был создан ещё во времена Великой Отечественной войны. Действует школа, больница, клуб, детсад, музыкальная школа, библиотека, пекарня, заправка, спортзалы и магазин. Продолжительность самого короткого дня в декабре – 3 часа. Зато летом стоят белые ночи, светло – круглые сутки. Лето отличается большим перепадом температур. Днём может быть плюс 30, а ночью – ниже нуля. Село находится на высоте 741 метр над уровнем моря, в Котловане, куда зимой стекает холодный воздух. Ветра нет, но, по выражению местных жителей, стоячий холод пронизывает насквозь. Температурный минимум по разным замерам составляет от минус 78 до минус 82 градусов. Учёные и метеорологи ведут постоянный спор о том, какой населённый пункт Якутии считать главным северным полюсом холода – Уэмякон или Верхоянск. По последним данным, абсолютные годовые минимумы в Уэмяконе на 3,5 градуса ниже, чем в Верхоянске. Разница температур летом и зимой доходит до 104 градусов по Цельсию, поэтому показателю Уэмякон занимает одно из первых мест в мире. Плюс 35 градусов – самая высокая температура, зафиксированная летом 2010 года. От 213 до 229 дней в году в Уэмяконе лежит снег. Маленьких детей одевают здесь по принципу капусты, оставляя открытыми лишь глаза. Гулять можно только на санках, так как самостоятельно в таком обмундировании малыш ходить вряд ли сможет. Обучение в начальных классах отменяется в минус 52, а в минус 56 не учится вся школа. Дети с нетерпением ждут морозов, чтобы получить возможность провести весь короткий полярный день на улице, катаясь с горок. Взрослые одеваются в шубы, пуховики, меховые шапки, унты из оленей шкуры, поддевают под двое-трое пар колготок, штанов и носков. От обморожения лица и носа спасает шапка до лба и шарф до переносицы. Но случаи обморожения все равно бывают. Впрочем, ничто не изменит женскую природу. Бывали случаи, когда женщины при минус 50 градусах надевали под шубу капроновые колготки и умудрялись не замерзнуть. Машины стоят в отапливаемых гаражах. Перед выездом водитель разогревает двигатель по 10-15 минут. Если гаража нет, то мотор не глушит. А как говорят в Якутии, калматит. В кабинах машин устанавливаются дополнительные печки. Используется арктическое дизельное топливо. Смешивается солярка с керосином. Многие водители мастерят специальную самодельную трубу для подогрева топлива. Якутские дальнобойщики не глушат моторы месяцами. В Оймяконе красивая и уникальная природа. Есть ручьи, которые не замерзают при 70-ти градусном морозе. И наледи, которые не тают при 30-ти градусной жаре. В последнее время очень развит туризм. Приезжают иностранцы и российские путешественники со всей страны. Среди многих достопримечательностей – музея, лагеря ГУЛАГа, полные тайн и легенд, Молтанская скала и озеро Лобанкер. И, конечно же, сам трескучий мороз. Весной ежегодно проводится фестиваль Оймякон Полюс Холода, на который съезжаются Деды Морозы со всего мира. Туристам рекомендуется одеваться очень тепло. Не помешают ватные штаны, пара шапок, меховые свитера, унты из оленей шерсти и шарф, которым можно замотать лицо. В общем, приезжайте в Оймякон, чтобы испытать всё это на своей шкуре, если, конечно, рискнёте. А на сегодня всё. Спасибо, что смотрели до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале. Субтитры подогнал «Симон»